Приветствую вас! Вы знаете, вот, читая ваш текст, мне не покидало ощущение, что всю свою жизнь, начиная с беременности в 18 лет, ну и тоже с рождения ребенка в 18 лет, вы не любите себя. Вы не вожаете себя, вы не цените себя, вы не заботитесь о себе. И... Это основная проблема. Как бы там что ни было, как бы вы не крутились, что бы вы для своего сына не делали, пока вы не будете любить себя, пока вы не будете ценить себя, пока вы не будете уважать себя и слушать себя, прислушиваться к себе, а также защищать себя. Я полагаю, что своего сына счастливого не сделается. Вот. Совершенно очевидно, что вы пытаетесь на сына скомпенсировать то, чего не получили в детстве сами. Совершенно очевидно, что у вас постоянно идёт компенсаторное компенсаторное контрповедение, которое мешает, по сути дела, вам быть свободным. Понимаете, в вашей семье, в вашей семье, да и в новой семье, в которой вы сейчас живёте, нет одного ключевого аспекта. Это уважение личных границ. В вашей семье личные границы не уважались, в этой семье личные границы не уважаются тоже. И это не случайно. Потому что вы свои личные границы так же не уважаете. Понимаете, можно жить с кем угодно, где угодно. Если у человека есть личные границы, свои личные границы, он просто игнорирует всё, что происходит во вне его. Ну, если, конечно, не говорить о физическом насилии каком-то, да? Вот. Но у вас нет этого. Вы избегаете этого. Вы избегаете того, чтобы в себе простраивать личные границы психологические и у своего сына . Это такой момент. Из текста мне показалось, что вы слишком, слишком много уделяете внимание своему сыну, он слишком к вам привязан. Слишком. То есть, вы лишаете его самостоятельно, что вы слишком много в него вкладываете, вы слишком много о нём думаете. что, опять же, делает вас жертвой, и что делает жертвой вашего сына, потому что он ради вас также жертвует. А это, по сути, на всю жизнь. У жена всю жизнь, понимаете, то есть, ему нужно работать с психологом сейчас, лучше всего с детским, чтобы избавляться от этих негативных аспектов. И вам нужно работать с психологом, чтобы корректировать своё поведение. Если начнёте это делать сейчас, ну, поведение вашего сына, может быть, выправится, и он не будет повторять вашего сценария, который сейчас вы ему демонстрируете всем своим поведением. Что касается предательства, то, понимаете, люди могут ожидать от вас абсолютно чего угодно. Они могут хотеть от вас абсолютно чего угодно, это их право, это их выбор. Они хотят от вас абсолютно чего угодно. Предательство, это когда вы совершаете какую-то ошибку, какое-то поведение, и потом об этом жалеете, потом об этом раскаиваетесь, потому что понимаете, что вы этого не хотели. Вот, например, ваш мужчина, да, он, он предал вас. Когда вы ушли, он предал вас. он раскаивается в этом. А вы, вы, уйдя от него, испытываете чувство вины. Хотя, по сути, по сути, нахождение там вредит вашему, вашему ребенку. То есть, для начала, для начала, вот эта ситуация, в которой вы находитесь, дана вам для того, чтобы определить, что же для вас важнее, ребенок или собственный, собственное чувство семьи, собственное, скажем так, украшение чувства вины. Вот так вот. Вам нужно сделать выбор. Либо вы действуете для своего ребенка, как вы изначально говорили, тогда вам надо уходить, будьте последовательны. Либо признать, что сын для вас важен, но на втором месте, а на первом месте у вас чувство вины, и достижение каких-то своих желаний. Потому что сейчас ваш сын видит в вас предателя, на самом-то деле. Потому что вы ему всегда говорили, что хотите для него счастье, вы ему всегда говорили, что хотите что-то для него, и сейчас ему хуже живется, чем раньше, и вы это терпите ради мужчины. И вопрос в том, что для вас важнее, быть предателем для сына, или быть предателем для мужчин. И, соответственно, что страшнее, если мужчина, например, покончит с собой, или ваш сын покончит с собой. Например. Вот. Да, это немного жестуха, я согласен. Я согласен. Но, тем не менее. Вот смотрите. Вы пишите, как мне у тебя человек, который мне помог. Понимаете как? Если человек помогал действительно вам, да, то вы ему ничего не должны. То есть он вас не купил. Верно, Мария? Он не купил вас, помогая вам. Если человек помогал вам для себя, это его проблема. Вам это как относится? Дальше. Так. Значит, уйди, потому что у него двое детей. Потому что он не умеет вести себя адекватно. Дальше. Значит быть предателем? Нет, это не предательство. Это забота о сыне. Я не хочу быть предателем. Меня продавали, а я не хочу. Ну, я уже сказал, про предательство, нужно разбирать, что это такое. Плюс, он очень подавленный, за то, что у него рухнул бизнес. Это его ответственность полностью. Не ваша. Практически все финансовые обязательства лежат на мне. Опять же, это жертвенная позиция. Это жертвенная позиция. То есть, вы взвалитесь на себя. И, вы знаете, пока все финансовые обязательства будут на вас, мужчина будет поравлен. Просто ему выгодно так находиться. Вот. Вы пишите, надо ему объяснить, поговорить, но мне страшно. А чего боитесь? Я не думаю, что договариваюсь. Понимаете, вам не договариваться нужно, а оставить его перед фактом. Это звать защищает свой интерес. Я считаю, что ребенку в 13 лет должно быть свое личное пространство. Вы праве так считать. Он так не думает. И он праве так считать. Он ведь видит все. Не очень понятно, что вы имеете в виду. Здесь. Уйти от него. Придам его, не знаю, переживет ли. Ой, это вас не должно волновать. Ишал Шестер. Если человек не переживет, то вы от него уйдете. Не переживет ради своих детей. Значит, это эгоист. И лучше вам с ним не будет точно. И, соответственно, вы пишите Астана Шестер, там сына, и от этого уже не переживу я. Ну, так вот. собственно, собственно, вопрос вам, кто дороже, он или вы. Ну, это все. Вот, в принципе. Вообще, мне кажется, что вы, вся ваша жизнь, это такой, знаете, жизненный тупик. Вот, можете посмотреть игру. Есть такая психологическая игра. Тупик. Вот. вот. Мне кажется, что вы заиграете в эту игру. Вот. А началось-то, началось все с вашей семьей. Это как бы уходить вам нужно сейчас от этого мужчины, потому что лучше дальше не будет. и дальше работать с психологом от и до по всем этим пунктам, которые я назвал. детско-родительское отношение, отношение к себе, женская модель поведения, потому что у вас явно не строятся отношения с мужчинами. Вот. И уже на фундаменте этого выстраивать отношения с сыном. Новое. Вот. Но еще раз хочу обратить ваше внимание. Если вы не будете заботиться о себе, если вы не будете ценить себя, если вы не будете уважнять себя, если вы не будете защищать свои интересы, то ребенок вообще не будет счастливым никогда. Мать, которая жертвует собой, никогда ребенка счастливым не сделает. Вот. Вы посмотрите на мужчину, на вашего, с которым вы сейчас живете. Вы просто посмотрите на него. Он вам вроде как помогал. Ну, вроде как. Он вам помогал и что-то что-то для вас делал, да. Но сейчас вы говорите, что он как бы ждет от вас всего. Обратные связи. Понимаете? Вот. Странная помощь какая-то. по факту. По факту. По факту. По факту. По факту. Ага. Многие люди попадают в лобучку к маньякам, да. вы становятся жертвами именно в кризисную ситуацию для себя. Вот. И вы, вы попали именно в это. Вы попали именно в кризисную ситуацию для себя. когда вам когда вы не могли значит ну вот добиться того чего хотели. Вот. На самом деле здесь была ориентация совсем не туда. Не в ту степь. вот. Потому что вам заботиться нужно было не о том, чтобы была именно живоплощадь. Понимаете? А о личных отношениях ааа между вами, например, и ребенком. Это такое ощущение, что вы специально используете какие-то суррогаты и ааа пренебрегаете духовной составляющей. Вот. Понимаете? А вот это тоже есть причина. Вот это тоже есть основание. Ааа вот так я думаю можно ответить вам на вопрос. То есть ааа я понимаю, что вы ммм по факту вы ааа хотите чтобы ммм мы вам сейчас предложили какой-то выход от ситуации. Но в действительности аа психологи не дают советов. Понимаете? Аа мы можем проанализировать аа как вы оказались в этой ситуации. вот и уже основываясь на этих данных которые аа будут можно уже сделать вывод что вам делать дальше. Вот. Вот так. А так вы ставите нас в достаточно неловкое положение ааа что нам нужно вам советовать. Вот. Я не думаю, что это хорошее и аа правильное правильное позиции. Вот. на этом всё. Аа надеюсь, что помог вам. Аа решение принимать нужно столько вам в этой ситуации. Ага, личные проблемы которые у вас есть и которые обусловили аа тот факт, что вы в этой ситуации оказались. Вот. Это можно разобрать с психологом, это будет куда более эффективно и самое главное позволит вам и вашему сыну обрести наконец счастье. Аа если у вас остались вопросы дополнительные вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.